привет красотка не хочешь топовый брейн я здесь не первый раз я тебя не помню я не хожу через главный вход смотрите какая хитрая это было вообще кто-то понравился просто ищешь в каталоге заказываешь брейн-данс и идешь в кабин почему не жаль чего не прорисовалась 5 даже если охрана не видит заходи развлекайся крошка из тебя разберусь всем привет дамы и господа мы продолжаем играть в киберпак прошлой серии мы закончили на том что мы вернули свою перфогу чуть-чуть освежили свое и что не спала даже если нет пора вставать я кажется что-то подцепила когда подключалась к биомону корпоратки нейровирус наверное надо зайти к вику пускай проверить что там у меня в голове ладно давай подброшу я на твоей тачке одевайся и спускайся жду внизу вот оказывается как открывать стойника я в прошлый раз не увидел этого так у меня наличие столько пистолета я может сделать что-нибудь еще мир винтовку хочу этот пулемет хочу пробовать а я все могу взять как-то она так из одежды что мне есть в принципе я все возьму сейчас отсортируем вернемся так ах те хардероб не здесь по моему хардероб не здесь а не привык текстурс ой 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 то она и берется я это убираю и раю и раю и раю и раю пользуем а все же используется она мне кажется что есть пусть понятно все равно мне блин майк почему-то я же наделал вот я так выгляжу а почему я имя первого лица а а то есть и 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 тронки эти низ а чё на лифте не смог как ты меня нашла откуда ты вообще меня знаешь я знаю где искать информацию я ее коллекционирую до связи я не помню где лифтало а мне путь нарисовали для дебилов или нет и я такая стреляю в этого животного бак 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 друг слышу щелк 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 прикинь целую обойму девяток выпустила а он все равно на меня идет и ручищами своими машин если бы джейн этого кандона не добил а он бы точно меня раздавил толку от него если у этих твари броня подкопит это лифт но вот есть одна штука бурю советский револьвер один правда отдача может причем укусы а где Не все тут подсвечивается, как для меня, как я сказал, не всегда понятно. Корпорация Арасак-И, что не может не удивлять, сама Ханака Арасака сообщила, что лично примет участие в параде ДАШ. Хочу от имени WNS пожелать вам веселого и... Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете, в корабле. А, извините, лифт искал. Сладись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню, или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же вы звали? А, да. Декстер Дэшон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Хе-хе. Черный Христос по смерти собственной персоной. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично. Один на один. Так что, сама понимаешь, все теперь зависит от тебя, Чика. Почему от меня-то? Вы с Тибак типа ни при чем? Тибак и Декс давно знакомы. Меня он уже видел. Сказал, осталось проверить только тебя. И дело в шляпе. Слушай, Ви, кто платит, тот и заказывает музыку. Ему просто нужны гарантии. Он нормальный мужик. Серьезно. То есть, выбора у меня нет. Декс, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сама знаешь. Я ничего не имею против Падро и Вакако, но... Декстер – это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно, Ви. Как раз так и бывает. Я пригнал твою тачку. Отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, дельтуем? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Ага. Куда едем? К риперу? Эй, Чика, не гони, а? Я ж только поел. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание. С мести. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Ну, буду стараться, а не зацепить ничего. Че-то так резко обзнавишься. Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. И обсудим работу, которую Декс нам пред... Я тут пока посижу. Нам с мести надо поболтать. О, Мэллоу, он открывается. По нему видно? Популярная, но опасная процедура, ее могут проводить только квалифицированные специалисты, которые называют риперами ее на сети. Есть низкая клиника рипера, где можно приобрести и установить импланты. Ага. Привет, Вик. Как твои риперские дела? Рада тебя видеть. Привет, Вик. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? На задании подключилась к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепило. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну, а как ты вообще? Как дела? Получила заказ от нового фиксера. Его зовут Декстер Дэшон. А, знаю он из посмертия. Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дэшона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. Ага, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? У меня есть деньги, его. Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Какие проценты у меня деньги были? В последний раз, слышишь? Мне Джетки сдавал деньги. Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика, Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Кироси скаут. Понижает скорость распознавания камеры по 20%. Это не больно? Дальше. Сопроцессор повышает вероятность рикошета при стрипе и стандартного оружия. Окей. Кожа еще есть. Тут кожная броня. Нифига себе. А мы из себя из терминатора можем потом сделать. Первый тип не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговицы глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Хм. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готова. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай, клади свою руку, игрок высшей лиги. Вот так. Молодец. Сейчас обезболим и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Ничего не чувствую. Все как всегда. Ты меня каждый раз спрашиваешь. Как будто сегодня все будет как-то иначе. Да все будет нормально, малыш. Там, конечно, есть риск инфаркта или паралича, но мне-то откуда знать. Я же просто доктор. Вот именно. Сейчас будет темно, не пугайся. Так. Ну, теперь давай, проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Ну, поначалу, может быть, неудобно. Помехи там, знаешь, туман, размытость. Ну, как тебе? Все в порядке? Очень круто, Вик. Санитария вышла из чата. Расканировать человек с помощью оптического киберпанта, вы сможете узнать о нем много полезного. Теперь сканер. Лучше реперсов. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должна увидеть счетчик патронов и новую мушку. Охренеть, Виктор. Даже не знаю, что сказать. пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. И еще раз спасибо. Ты крутой. А где время написано? Иди, малыш, покажи им всем. И не забывай, старик, когда выйдешь в высшую лигу. иди, малыш. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе Я ее гармонизирую Но тебе надо избегать мест Негативной энергией Ви, тут такие новости Я поговорил с Дэксом, пока тебя кромсали Он подъехал, чтобы с тобой поболтать Парканулся тут в двух шагах Около Грамши Бургерс Окей, постараюсь договориться А можно его сдать? Привет Хочу тебе кое-что предложить Дело довольно деликатное В последнее время на улицах стало много киберпсихов Ты, наверное, в курсе Меня эта тема очень интересует По разным причинам Есть люди, которые считают, что киберпсихоз Можно вылечить Слушай, я понимаю, как это звучит Но мне кажется, что экспериментальная терапия Это лучше, чем пуля в башке Если я узнаю, что у кого-то приступ Я тебе позвоню Может, ты успеешь что-то выяснить До того, как приедет Макс Дан Только не забудь, тебе не нужно никого убивать Попробуй просто вырубить псих А я тогда пришлю за ним машину Надеюсь, все понятно Зачем заморачиваться? Как бизнес, Мисти? Процветает? За два дня ты первая, кто сюда зашел А до этого был курьер с пиццей Дорогу спрашивал Люди в этом городе утратили связь с духовным пластом мира Но, в конце концов, это я здесь для них А не они для меня Можно посидеть тоже Даже хочу посидеть Ты ведь уже давно с Мисти? Ну да, почти год А что? Да так просто Не думала, что ты столько продержишься в серьезных отношениях Чем более всего, парень Да ладно тебе, Чика Я же из хорошей семьи Ибо не вам служат ваши глаза Точнее Не только вам Че? Так че? А вы не властны над своими воспоминаниями Ибо не вам служат ваши глаза Точнее Не только вам Я дам отсюда вход Не отсюда А че люди спали? Почему тут Двери загружаются Прямо перед лицом Открываются Толь люди появляются У меня Динкенсионная игра Она Ой-ой-ой Здравствуйте Здравствуйте Мой взгляд Лучше Быть никем И спокойно дожить до старости Или вписать свое имя в историю И отдать Богу душу еще до тридцати Первое Если не хочешь сдохнуть в канаве Забудь о спокойной жизни Не то чтобы у меня есть выбор Почему же? Я, например, очень спокоен Но те, кто пытается скинуть меня в канаву Потом очень жалеют об этом Теперь слушай У меня на примете серьезное дело Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков И что за дело ты приметил? Есть один прототип Биочип, если точнее Его надо забрать Вот и все У корпорации, наверное Угу У Арасаки Это же не проблема Ну теперь да Корпораты те же мусорщики О, ты настроена серьезно Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы Подкрепленной большими деньгами Давай Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема Потом поговори с заказчицей биочипа Ничего сложного Она просто нервничает Хочет увидеть исполнителя Расскажи о нашей заказчице Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер Я пытался пробить ее по базам Начал спрашивать по городу Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики Попросили, чтобы я перестал спрашивать А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ То есть пойдет прямо в пекло Меня там не будет Тибак не очень любит людей А Джеки не лучший представитель, сама понимаешь почему Так что выбор пал на тебя А что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку Классическая история Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха Разжилась техникой Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстремовцы Среди этой техники был болт Маленький боевой робот Прототип Образец передовых военных технологий Мне нужен этот бот Без него мы не доберемся до чипа И не попадем ни в какое светлое будущее Только учти Эта игрушка на один раз Деньги за болта уже заплачены Мальстрему Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик Он был у Мальстрема главарем Мы ударили по рукам А через три дня его сместил ближайший друг из подвижник Саймон Рэндалл Он же Ройс Теперь он главный И я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника Вдобавок ко всему, украденным грузом Очень интересуется некая Меридит Стаут из Мелитеха А при чем тут эта корпоратка? Чтоб я знал Носится по городу, как угорелая Спрашивает, куда делся груз Возит в багажнике парня, который как-то причастен Скорее всего, груз был для нее, но кто-то ее подставил Монахром, видимо, ее главный подозреваемый Улик против него нет, но отпускать его она пока не хочет Ей надо найти технику, пока боссы не узнали о том, что случилось Ну и ну, мисс Ви, таким даром дедукции можно гордиться Надеюсь, эта информация будет тебе полезна Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут Пересылаю Думаю, я знаю все, что надо Пора за работу Как приятно слышать Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою А болтом займись уже сама Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? Тихая До скорого Джек, я поговорила с Дексом Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи Большой перестраховщик, я бы сказала, и своего не упустит Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких Там какой-то бот, военная разработка Мальстремовцы его спиздили А Декс купил, но только не получил Потому что у них сменилось руководство А, да, слышал Ройс устроил брику Дворцовый переворот Типа того Декс сказал нам поговорить с Ройсом Еще дал номер какой-то бабы из мелитеха Но не знаю, как она нам поможет Чинган Еще вот какое дело Мне надо встретиться с нашей заказчицей Эвелин Паркер Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды Декс решил отправить меня Ну, хозяин, барин Итак, с кого хочешь начать? С Мальстремовцев или с Паркер? Я бы сначала встретилась с Паркер Надо посмотреть, кто она и чего хочет Орели Тогда я поеду к Олфудс И посмотрю, что там почем Аста луэго Я вот одно и не могу понять Где я в отражу? Такое Типа, не знаю Видя там Пень Та-та-та-та Гуляет А Меня нет Кто мне сбал-то? Удача Это миф Ой А это могу печатать Идти в лизе между Шестью и А Вон Написано Олфудс Разгоняется в тачках, конечно, очень слабо. Ну я пораньше прошел, конечно. Окей, я пока тогда что-нибудь поделаю. Смотрим, ох, е-ба, забрать заказную пистолетку. Найти ринг в кабуке, вернуть диктору долг 21000, у меня 800. Давай пока встретимся с Джеки тогда. Ринг в кабуке. Ринг в кабуке. Ты че творишь? Ты че? Ринг в кабуке. Он мне машину разолбал. Он все еще там? Номер. Всем патрулям поступило сообщение о преступлении в Уотсоне. Стал, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй! Соткни его! Говори, что знаешь. Быстро! Бесишься из-за проебанного конвоя? Я тебе скажу, что с этим делать. Давай мы с тобой встретимся и посмотрим, чем можем друг другу помочь. Можем помочь, говоришь? Хорошо. Первый съезд со Скайлайн в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. К Джеки мы уже не едем, да? Ладно. Эту машину лучше намного. Ее надо починить только. Я могу прямо отсюда выгонять. Скажи, что это разрушается. Ладно. Наверное, скорость планеты когда слышно. На! Вот это! Прости, брат. Пока не к тебе. Как я туда проеду? Как я туда проеду? Секунду! Перезаряжусь! Кто на меня напал? Тихо! Почему игра лагает? Тихо! Подпишись! 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 Продолжение следует... 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 тибак там жива ты не звонил жива она в теме рвется в бой уже готовится они с дексом уже работали до того как он ушел на каникулы я просто почему нажал на нет так не пойдет потому что я надеялся то что я продавлю свои условия типа я не хотел короче декс уже купил у мальстрём овцев бота я не хочу чтобы камни его теперь отдавать как прошлый раз он заплатил им вперед и холи ладно хер с ним вот так вот как будем его вытаскивать думаю по-хорошему не получится это же мальстрём у бант правила простые кто сильнее тот и прав или ты всех ебешь или ебут тебя на что хромовый ад дай мне минуту ладно скажи когда будешь готова я могу опять позвонить мисс вей что-то не так я тут думаю это дело ведь должно стать триумфальным возвращением декса дэшона ну да за несколько лет безделья я успел нагулять аппетит к работе и поэтому решил не мелочиться дэшон это не просто имя это бренд и пора напомнить моим клиентам с кем они ведут дела а ты не беспокойся миссии сделаешь все как надо и получишь свою долю с процентами ладно пора за работу я на связи пошли посмотрим на этих уродов ладно давай постучим посмотрим пустят ли нас вот как назло я этих сучар на дух не переношу а чем они отличаются от других вот возьми валентина они почитают бога и санта мадра и честь для них тоже кое-что значит ты знаешь чего им надо как они живут и что их может выбесить а вот с мальстрёмом хуй про сэш звони пусть открывают я вас не знаю нам нужен ройс мы адекса главный зал мы вас ждали да уютно тут пару фикусов поищу они черта не вижу они хорошо подготовились уёбки блять для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана техника наверное вся с конвоя представляю как эти черви в ней копошились слышала про их шефа ройса дэкс о нём говорил назвал его особенным заходи в лифт ты овца что это у меня овцы на зал подожди меня я иду спокойно в не залупайся мы на их территории чего вам надо у вас есть бот модель mt 0 d 1 2 его называют болт ну допустим тебе то что меня прислал человек который заплатил брику за болта мне надо его забрать я могу поговорить прямо с ройсом если надо будешь говорить со мной я дум-дум на диван глядь бэром и чё тоже садич от нами так смотри тебе чё блять особое приглашение нужно сядь я постою и кто тут и чё непонятно положи свою жопу на диван и главное мне говорит не залупай ты сам попросил паркуй жопу пока я тебе третий глаз просто сядь это плохо кончится на сука но заебись чё такая хмурая улыбнись дунь полегче а вот теперь поговорим давай вот он болт модель mt 0 d 1 2 дай заценить да пожалуйста хитро выебанная штука динамическая броня с термооптическим камуфляжем контроллер вора полная когнитивная мерсия зацени все приводы сделаны из смеси титана в анаде и кевлара смотри очень прочная интеграция абсолютная когда паучок залезает на стены и ползает по потолку можно и блевануть ну как те норм да мы его берем очень хорошо бабло вперед бриг все получил мы в расчете ну и где ты здесь видишь брика погоди нельзя же платить за одно и то же два раза а тут не ты решаешь что можно что нельзя скажи заплатить два раза заплатишь два раза условия простые нужен болт показывает вы уже один раз получили деньги так что мне кажется нам полагается нехилая скидка скидка ты так и не сказала кто тебя прислал и на кого ты работаешь меня прислал дэкстер дэшон дэкстер дэшон зачем ты его спалил а не мы же так ты наебал половину пасифики он до сих пор жив жив еще тебя переживет просил передать привет теперь подумаешь над моим предложением а 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 вали в них Вали, твари! Возьмите, коврот! Мерда! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее! Все наше. И бот, и контроллер. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Эх. Фу, блядь, ебаная мясо! Сейчас весь провоняю! Это ж конвейер. Вообще, я думала, ты любишь мясо. Блядь, точно нет другого пути. Че это... Че это... Пошли. Омонос! Я иду тебя искать. Эй, Би, не спеши. Тут есть камеры. Дамы и господа. Эггги Уэллс. Омонос! Красавица. Уэллс. Эгггг... Я пуля непробиваемый! спасибо стреляй виз ой зря наверно погоди я перезаряжу как он проходит если Давай, на лицах! Заходи! Я прикрою! Молодчина! Бей круши! Бей круши! Ви! Не рискуй! Бей круши! Бей круши! Бой какой-то... Ладно, пошли... Секунду! Шири заряжусь! Больно было, а? Давай, покажись! Брячся! Живо! Оп, твою... Ищите и обрящите, коврады! Сейчас мы тебя достанем! Одну секунду! Чё это я не попадаю? Давай, покажись! Ты хоть знаешь, на кого залупаешься? Прячется! Найди! А давай, скрылась! Вот это я понимаю! Чё бесполезно? Сука! Чё? Перезаряжаю! Я пуля непробиваемый! Давай, покажись! О! Целься, а потом уже стреляй! Ну что, сука? Блядь! Увидимся на той стороне! Ищите и обрящите, коврады! Готовься! Ау! Шири заряжусь! Ага. Добавься! Заживай. Да что за черня-то? Что делать? 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 Что? Что делать? Что делать? Что? 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 ? Что? 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 ? что? ? что? ? ? что? ? ? ? что? ? что? ? что? ? что? ? что? ? 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 Ну, смотри, какое миленькое личико! Привет! Будешь что-нибудь? Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Человек, который дает большие чаевые в обмен на ответы. Чаевые это всегда хорошо. Но, прости, мне платят не за то, чтобы я болтал, мне платят за другое. Все в порядке, Маттео. Я ее ждала. А, вот ты. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. Я же не пью, алло. Вот я лицена. Сенсон? Это же моя любимая. Хм. Откуда ты узнала? Может, мне нравится все знать о тех, с кем я работаю. А может, просто угадала. Почему мы встречаемся здесь? Есть особые причины? Мне кажется, это место не то, чтобы в твоем стиле. Хм. Приму за комплимент. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Маттео. Если что, нас ни для кого нет. Все нормально, честно. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Любишь вас? Я уже сказал. Или что-нибудь погорячее. Электросекс. Разрешу. Говори. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь и никогда не подводишь. Ну, как сказать. Надеюсь, он не преувеличивал. Как эффективно, не совсем. А как я хотел. Я профессионал. Команда у меня проверенная. Мы не провалили ни одного дела. Да, да, да. На этот раз дело будет посерьезнее, чем грабить терминалы в подворотнях. Намного серьезнее. Я в курсе. Это как раз мой уровень. Декс сказал, работа будет опасная. Кстати, вы давно работаете вместе? Ты и Декс? Пишешь его биографию? Прости, я не то чтобы много знаю. Другими словами, вы знакомы всего ничего. И все-таки он выбрал тебя. Хм, любопытно. Окей, звякни Дексу, если у тебя какие-то сомнения. Я подожду, нет проблем. Он скажет мне то, что я уже слышала. Или то, что я хочу услышать. В этом смысле хуже фиксеров только продавцы подержанных авто. Так что придется мне пока положиться на чутье. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Кампеки Плаза. Знаешь, где это? Была там? Арасака явно неровно дышит к этой сети. Но, как по мне, Кампеки в Токио на порядок лучше остальных. Наш такой же, как токийский. Никакой разницы. В Японии и персонал, и сервис явно лучше. Сингапур, Париж и Вашингтон даже близко не могут подойти. Жалкое подобие левой руки. Что ж, с этим трудно спорить. Так, где именно хранят чип? В Люксе, на последнем этаже. Там живет Юрино Буарасака. Юрино Буарасака в Найт-Сити? Значит, газеты не врут. Офигеть. Весь Найт-Сити только об этом и говорит. Последний сын Сабура Арасаки, которому достанется вся корпорация, почтил нас визитом. Да ладно. Император спустя 150 лет уступит кому-то трон. Сомневаюсь. Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. У каждого из таких шишек своя армия по вызову. Я уверена, что Котелю сейчас вообще не подступится. Фишка в том, что у Юрино Буарасака нет никакой охраны. Совсем. Причем уже давно. Хм. Это почему? Знаешь поговорку про разведку Арасаки? Когда ты чихаешь в Найт-Сити, в Токио опадает цветок Сакуры. Юрино Бу уверен, что охранники постоянно доносили на него отцу. То есть мы крадем даже не у корпорации, а у самого Юрино Буарасаки? Юрино Буарасаки. Все его влияние пошло коту под хвост, когда он поссорился с отцом. Сабура уже много лет крепко держит его за яйца. И вполне может их оторвать, как только поймет, что сын опять принялся за свое. Допустим. Но это все-таки Юрино Бу, блядь, Арасака. Ну ладно, если у тебя есть в рукаве какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юрино Бу сам вынес чип из лаборатории Арасаки. И договорился продать его сетевому дозору. Уже поняла, что у меня за туз? Или надо разжевать? Какие у них с Юрино Бу условия сделки? Не важно. Сосредоточься на биочипе. Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать. Твоя задача – устроить так, чтобы сделка не состоялась. Значит, чип лежит без охраны, потому что Юрино Бу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, и где он? Скоро сама увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Я кое-что знаю о Юрино Бу. Он изучал биотехнологии и финансы в Токио. Скорее всего, по воле отца. Угу. Сабура готовил его себе в преемнике. Но потом Юрино Бу вдруг ушел из корпорации. Присоединился к стальным драконам, кочевникам из Токио. Кажется, они готовили переворот в Арасаке. Ага, только этот подростковый бунт кончился, как обычно кончаются такие бунты. Юрино повернулся в семью, но осадок остался. Ты много знаешь, но с ним не все так просто. На самом деле он умный парень, у которого свои планы на корпорацию. Очередной корпорат, которому лишь бы дорваться до власти. Ты хоть когда-нибудь задумывалась, как живется сыну императора? У тебя есть все, и при этом ты никто. По крайней мере, пока ты в тени великого Сабура Арасаки. Согласись. Неприятное чувство. Оно делает его беззащитным. И ты собираешься это использовать. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию. По брейндансу из компеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? И вовсе нет. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы недоступные зрению, даже прокачанным. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юри Нобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Да так, ничего. Покажи мне брейнданс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Джуди. Один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому... Будь хорошей девочкой. И держи язык за зубами. Расслабься. Я не дура. Понимаю, с кем и как надо себя вести. О, привет. Это Ви. Она за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейнданса, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровато, конечно. Ну, сойдет. Самое главное, чтобы Ви могла туда попасть. Ну, да. Откалибруем под нее. Что, голова? Голоса одинаковые. Вообще. Ну, нам с Чпок Стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готова? Уже бывала в сыром брейне? Угу. Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, порасполагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Окей. Поехали. Надеюсь, больно не будет. Нет. Не в этот раз. Так. Сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулистая. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейнданса. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну, все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что бы тебе тут… А нельзя ее закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты освоилась. А потом пущу в режим изменений. Погружение через три, два, один. Стой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать. На землю. Целуем пол. Живо. Деньги. Быстро. Еще секунды и я тебя положу. Тише, тише. Я... Давай. Шаг голову тебе нахуй отстрелю. Что ты нырешь? Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин. Но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного. Ты живее всех живых. Меня как будто шибануло чем-то. Последняя секунда была просто жесть. Это невозможно забыть. Могла бы предупредить, что умирать так больно. Боль от настоящей смерти намного сильнее. Я бы так не сказала. Скоро отойдешь. Я все подготовил. Ты уже три раза умирал. Переходим в режим изменений. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай. Приближай. Удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай. Попробуй вернуться к самому началу. Ага. Круто. Теперь промотай вперед. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этих психам из студии. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. Теперь самое интересное. Собственно, то, зачем ты пришла. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отвариваешь. И мы продаем брейн этих психам из студии. Там платья целую соль. Окей, давай. Нет. Остановимся тут. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Окей, давай вперед. Да ёб твою мать! Глянь в кладовке я на кассе постою. Нахую в своем постой! Как ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Глянь в кладовке я на кассе постою! Нахую в своем постой! У нас скидка на два вкуса. Карри и мясо с кребетками. Всем лежать! Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка. На землю! Целуем пол! Живо! Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Отлично! Поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Быстро! Еще секунду, я тебя положу! Тише, тише! Я... Давай! Чакану к нам подберем! Понимаешь? Он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения. И просканируй его. Ему всадил пулю его же Чумба. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Я купил свой. А потом брейнданс зачем продавать? Не совсем понял. Типа, чтобы найти крысу. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только чтобы Лысого погонять. Так, чего? Смотрим записи Эвы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Думаю, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно, ладно. Сейчас подключу тибак и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности. Будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. Эвелин, послушай, без тибак я тут много не сделаю. Джуди, пожалуйста. Эва, она хочет запустить раннера. Ты что, не понимаешь, куда мы можем влипнуть? Кто гарантирует, что она просто подключится к записи? Я. Я тебе гарантирую. Ага, конечно. Помоги последний раз. Я тебе обещаю, все сложится. Все будет нормально. Окей. Звоните Бак и погружаемся. И вам. Привет, Ви, что такое? Привет, Бак. У меня тут материал из компеки Плаза. Брейнданс. Компеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Не важно, не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получила? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юри Нову держит чип. Судя по виду, ты просто мясо для Юри. Я угадал. Эвелин. Ей... Ей было страшно. Но она очень быстро взяла себя в руки. Я сказал, нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Вон. Там может быть что-то важное. Ну, отказай в яхтопе. Здесь здесь... OLDEN. Я сказал, нет. Простите, я... Располагайся, пока. Я закончу через минуту. Поэтому... ...безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Так послушай еще. Сабура... Ох, неплохо. Уровень восприятия вкуса подняли? Нет. Он живет в мире, которого уже нет. Скоро будешь пить такое же в реале. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Ясно. Отключился. Перемотай на начало. Послушаем целиком. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся, пока. Слышу гудения. Вентиляторы, кондиционер или серверы. Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Я закончу через... Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Отец, замученный, безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком, застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура, безумный дед, под который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя напрягать. Слышала? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. О, я не знаю. Сколько я не знаю. Я тебе не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Может, добой. Сминетры не вернусь. Сминетры не вернусь. Значит, погибнешь за правое дело. Выполагайте. Я так понимаю, пока не перейдем. Посадай здесь, ну смотри. Спешите, не цважа. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не приезжайте. Общите, не спешите. Вы. Посадили. Посадили. Он вечно в своем маленьком застывшем ивле. Пожалуйста, посадили. 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 Работа такая штука. Ничего, я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего, скоро пройдет. Ага, я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне? Только одно. Все внимание на меня. У нас остались конфеты в прошлое. Сканеры. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Подключи их. Снаружи. Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт. Иначе систему не отключить. А без него никак? Не. По крайней мере, других идей у меня нет. С ними было хорошо. В тумбочке. В спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. О! Вот это тебе понравится. Позовем, наверное, вот это. О! Иди ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. О! Вот это тебе понравится. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметила. Не забудь об этой пушке во время налета. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да. Иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где ее Ренобу держит биочип. Продолжение следует... Как я скучал. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Твое дело. Располагайся пока. Я закончу щелью. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец... Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Ренобу точно держит кейс здесь. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Замученный безлюдей детства не взимен. Вечно в своем маленьком, застывшем мире. Пожалуйста. Обычный холодильник. А-а-а. Кто сейчас с первого раза дошел? Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Это мы посмотрим. Продолжение следует... Где еще холодно? А. Кондиционер. Кондиционер. Стандартная модель для отеля этого класса. Все. Нашла, что хотела? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Спасибо. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки бренданцев. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Спасибо. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Спокойно. У меня все под контролем. Если вы проебетесь и они придут ко мне... Джуди, перестань. Никому не придут. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Ви, на секунду. Спасибо, Джуди. Серьезно. Не волнуйся. Я знаю, что делаю. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Кажется, я поняла, откуда ты столько знаешь о Юри Нобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. Вас объединяет только секс? Бизнес. Только бизнес. Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я подумаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Сидим, значит, вчера в баре. Четыре утра. Понимаешь? Как дела на фронтах, мисс Виль? Бла-бла-бла. Но я правда не хотела. Эта запись Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать бюджик. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Идем мы туда уже в следующей серии. Уже ночь на дворе. Я так понял, тут надо еще побочки выполнять, так что... Я еще ни разу не сохранялся. Ничего себе. Наверное, была ошибка в какой-то время... В какой-то... В какой-то... Пришел двигаться по корпоративному методу, то я должен дальше это использовать. Постараюсь отыгрывать... Не через силу, а больше через хитрость, как я хотел. Там взломы, не взломы, там... Стелс, не стелс. Надо мне... Все равно какую-то... Винтовку, что ли, сделать. Снайперскую. Посмотрим. Надо походить по городу и поизучать. А это все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем устроя свечи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok